Вчера в здании кинотеатра «Локомотив» прошел поиск маленьких телезвезд. На кастинг было приглашено около 20 детей, которые хотели бы попробовать себя на телевидении. Я пришла за кантик, чтобы рассказывать сказки. Ты хочешь зрителям рассказывать сказки? А какие ты сказки знаешь? Я знаю Лисичка со сказочкой. Три медведя знаю. Расскажи, какой ты, какие у тебя интересы, желания, мечты? Ты не хороший. Куда ты пришел сегодня? Туда. Сюда. А ты хочешь в телевизор попасть? Что? Не хочешь в телевизор? А что ты хочешь? Я не хочу красаву тебя. По словам родителей, увидев рекламу о кастинге, дети сами рвались участвовать в конкурсе. О том, что видеть свое чадо на экране телевизора – это желание родителей, признавались немногие. Я пришла сегодня с внуком. Внука зовут Джан Сирет. Ему 4 годика. Он у меня такой активный. Везде участвует. В садике. Мы еще ходим на дворец школьников. Хоть он такой маленький, 4 годика. Я ему сказала, вот ты пойдешь туда телевизор? Он говорит, да, я пойду. Ага-га, пойду. Мы сегодня с ним пришли. Смотрю, здесь он среди всех самый маленький сегодня у нас. Сегодня на кастинг пришла у меня старшая дочка Меруэрт. Ей 9 лет. Когда увидели рекламу по Риг-ТВ, дети вообще все закричали. Я, я пойду. Но решили, что пойдет старшая дочка. Она с радостью пришла сюда. Она девочка очень интересная. Интересно воспринимает мир. Она у нас художник юный. И поэтому для нее мир немножко ярче. И немножко по-другому она что-то видит. Во время прослушивания проявить себя и свое креативное мышление из-за волнения смогли не все дети. Однако наша редакция отметила для себя некоторых участников. Аким гордо я слышала, что я говорила, что он водой управляет. Вот. Он всегда вот, он всегда к нам приходил летом, он нам воду откричал, там всякие трубы менял. Вот. Нет. Я, по крайней мере, о Акиме здесь ничего не знаю. Я бы очень хотел узнать, какой Аким. Скажем, бородатый, допустим, усатый. Красиво, некрасиво. Мне это очень интересно. По результатам кастинга были отобраны лучшие маленькие эксперты, которые в скором времени появятся в новой рубрике программы «Твое утро». Субтитры создавал DimaTorzok